Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня покажу вам свои очередные покупки из магазина FixPrice. Магазин я этот очень люблю, как и многие из вас, кто смотрит мои видео. Поэтому приступим к обзору. Вот, мы недавно гуляли с моей подругой. Танюшечка, привет тебе! Вот, и я ее завела в этот магазин. Показала ей, что есть такой замечательный магазин, потому что у нее рядом с домом его нет. И мы с ней отлично пошопились. Вот, поэтому видео я разделила на две части. Будет два обзорчика, чтобы были не очень длинные. Поэтому давайте приступим. Первое. Купили мы вот такие вот гигиенические ватные палочки. 200 штук здесь. 40 рублей цена уже каждого товара. 100% хлопок. Называется фирма вот такая вот Коте. Вот. Так. Да, написано. 100% хлопок изготовитель Harper Hygienics. Варшава, Польша. Так, я уже их открыла. Пользуюсь ими, тестирую, чтобы с вами поделиться впечатлениями. Вот такой вот здесь заостренный наконечник, с одной стороны. Здесь обычная такая палочка. Они вот такие вот. Ну, довольно-таки гибкие, но не могу сказать, что очень хлипкие. Потому что однажды я покупала дешевые палочки, засунула палочку в ухо, она там у меня и согнулась вот так пополам. Там, слава богу, не осталось хоть ничего. Поэтому я теперь очень внимательно тоже отношусь к выбору таких вот палочек. Но вот эти для косметики просто идеально. Подтереть что-нибудь себе какие-нибудь заляпки на лице. Просто супер. 200 штук. Отлично. Дальше. Купила очередную вот такую вот косметичку. Косметичку я купила в подарок. Вот такой орнамент. Я уже вам показывала своих предыдущих. Ну, хотя давайте я вам сейчас ее покажу действительно. Потому что все-таки в упаковке смотреть неинтересно. Правда же? Вот. Вот так вот видно. Здесь она такая как атласная. Так, размер не написан. Но она достаточно вот большая. Видите, у меня почти что до локтя достает. Вот. Здесь молния очень такая удобная. И здесь клеенчатое вот такое. Не дно, но клеенчатое внутрь. Внутренность из клеенки. Вот. Вот так она раскрывается. И вот такая становится косметичка. Очень удобная. У меня таких две. Поэтому я думаю, что в подарок она тоже понравится. Так. Ладно. Дальше. В подарок купила вот такой вот тоже пенал. Неоднократно вам показывала. Свои такие. Простите, уж не буду открывать. Оно потому что вот на таких вот степлером закрыто. По ощущениям, говорю, очень похоже на такую нежную кожу. Ну, хотя на самом деле это полиуретан. Они бывают вот в таких вот цветовых оттенках. Рыжий, красный, черный. Вот. Вот так вот он открывается. Получается три отделения. Очень удобно хранить косметические кисти и карандаши. Супер просто. Очень классная вещь. Я вам советую. Далее. Купила вот таких вот два сока. В прошлый раз покупала гуава и манго. В этот раз манго не было. Манго безумно мне понравился. Это, конечно же, не сок. Это напиток. Вот. Называется фирма-изготовитель Чаба. Здесь гранат, черника и виноград. Вот. Еще не попробовала. Но я думаю, что хорошие напитки. 180 мл по 20 рублей пачечка. То есть 2 за 40. Взяла на пробу. Дальше очень выгодная покупка. Я приобрела три вот такие вот упаковки детских салфеток от этой же польской фирмы Коте. Вот. Очень хороший аромат. Приятный у салфеточек. Да. Моя подруга была универсальной в таких голубых пачечках. А я взяла вот такие вот детские. На всякий случай, чтобы они были гипоаллергенные. Они пропитаны мягким лосьоном с натуральными компонентами, обладающими очищающим, освежающим, успокаивающим действием. Препятствуют возникновению раздражения на чувствительной детской коже. Не содержат спирта гипоаллергенные. Вот такие вот написано гипоаллергенные для нежной детской кожи не содержат спирта. 15 салфеточек. Вот. Три штуки за 40. Классно. Дальше салфеточки еще купила. Вот такие вот влажные детские салфетки, очищающие большую пачку от этой же фирмы Коте. Здесь 50 штук. Вот. Хочу попробовать использовать эти салфетки вместо влажной туалетной бумаги. Вот. Если понравится, то я думаю, что это, в принципе, неплохая бюджетная покупка. 50 штук за 40 рублей. То есть это отличная цена. Дают ежедневную гигиену в любых условиях значительно комфортнее. Незаменимы дома. Так что тоже аромат имеют приятный. По составу я почитала, ничего там вредного не нашла. Слава Богу. Дальше. Купила вот такую игру. Это я купила тоже в подарок. У моей знакомой есть ребеночек. Хочу подарить. Вот такое вот лото. Эта игра называется «Азбука для малышей». Игра для двух-трех игроков от трех лет. Здесь четыре карточки, шестнадцать вот таких фишек. Очень интересно. Вот, например, написано «Г» – грузовик нарисован, «Р» – робот» и так далее. И здесь даже написаны правила игры. Вот здесь вот в торце. Как ведущий раздает карточки каждому игроку. И потом надо вот как лото складывать. Ну, в общем, мне кажется, за сорок рублей для маленьких деток. Вот развивающая игра такая. Детки же все ломают там, когда играют. Ну, поэтому, мне кажется, это классная такая покупка. Дальше купила вот таких вот три батончика. Они похожи очень на киткат на вафельке. Смотрите. Прям один в один. Я их еще не пробовала, но написано, что произведено в Турции. Поэтому я думаю, что отличные шоколадки с чаем пойдут. Дальше. Продолжая тему сладостей. Купила два пакета вот таких вот конфет «Бычок». Я поехала вообще в этот магазин. Пошла опять же туда за конфетами «Виттануа», которые я вам до этого в своих обзорах показывала. Такие с жидким центром внутри, которые из сока сделаны. В таких черных пачках. Их теперь нет. Я не могу ни в одном магазине почему-то их найти. Их давно не привозят. Даже и вишни-груши уже нет. И сливочки из крыночки тоже пропали. Поэтому пришлось взять вот такого «Бычка». Сейчас покажу вам. «Бычок» мне лично не очень нравится. Он похож чем-то на конфеты «Старт», которые вот у нас раньше в СССР были. Вот такая вот бумажная бумажка «Фантик». Там еще внутри бумажка такая. И вот такая вот сливочная коричневая конфета. То есть он больше не сливочный такой, а как из сгущенки. Но у меня муж их кушает, закидывает. Нормально. По 40 рублей молочные конфеты. Масса 250 грамм. Изготовитель «Россия». Московская область. Вот. Еще купила вот такой вот блокнот с пряничным домиком. У меня такие есть. Я показывала вам. Я купила тоже в подарок. Знакомые. 140 листов здесь. Отличные листики. Вот такие вот яркие. Там леденцы, пастила, карамельки всякие нарисованные. Супер блокнот. Я думаю, что тоже ему подарок понравится. И последнее, что в этой части своего обзора покажу. Купила очередную книгу. Мы шли мимо прилавка с книгами. Я смотрю, говорю, о, завоз книг. Остановилась, полистала. Там были книги по фэн-шуй. Два вида. Кто интересуется фэн-шую, вот можно тоже купить. Потому что книги такого характера стоят недешево. А по 40 рублей. В принципе, вот такого вот объема книги очень даже. Там восточный гороскоп был по фэн-шуй на 2015 год. Еще что-то. Я купила Луизу Хэй. Луиза Хэй – это известный во всем мире психолог. Я уже покупала две ее книги. Показывала вам в предыдущих своих обзорах. Вот. Эта книга называется «Сила внутри вас». Как преодолеть жизненные трудности. То есть, она описывает в данной книге, я ее еще не прочитала, но полистала, ознакомилась. Она рассказывает в этой книге, как бороться людям со всякими трудными жизненными ситуациями. Вот, если вам интересно, сейчас я вам зачитаю аннотацию. В книге собраны письма к Луизе Хэй, которые она получала от людей со всего мира на протяжении ряда лет и отвечала на них. В этих письмах содержится глубокая озабоченность по поводу проблем в различных областях, включая навязчивые пристрастия, страхи и фобии, болезни, эмоциональные проблемы, взаимоотношения в семье, воспитании детей, жестокое обращение, карьера и процветание. Люди, которые писали эти письма, хотели изменить свой мир. Ответы Луизы Хэй помогают им открыть себя. Осознайте и вы, что тоже обладаете внутренней силой, способной изменить вас. Тогда вы сможете самостоятельно найти решение своих проблем, то есть найти ответы, которые заключены внутри вас. Я люблю литературу подобного характера. Я изучала психологию очень долго. Поэтому я считаю, что действительно такие книги работают. Главное, как себя настроить, как к этому относиться. Надеюсь, что вам понравился мой обзор. Смотрите вторую часть. Ссылочку сейчас оставлю. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы. И подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...